и как же там был там спать и забыла уже вот салам алейкум с вами мадина калимульна и сегодня я отвечу на ваши вопросы по теме исламских финансов прежде всего спасибо за большое количество вопросов и на самые интересные и самые актуальные из них я отвечу в этом видео пользователь под ником татошка пишет вопрос правильно ли я понимаю что по сути я могу как просто сберегать деньги в банке не получая доход так и включить опцию дохода но тогда я рискую своими сбережениями по сути правильно но вы должны также понимать что когда вы заключаете договор с исламским банком вы должны уже изначально понимать какой вид это договора то есть это беспроцентный займ то есть карта карда хасан либо это инвестиционный договор или мудараба соответственно вы не можете заключить сначала договор карт беспроцентный займ или текущий счет а потом включить опцию и переформатировать в другой договор вам таком случае нужно будет закрыть договор беспроцентного займа снять свои деньги и уже внести их в другой договор который называется мудараба доверительное управление или инвестиционный займ и совершенно правильно отметили что тогда вы рискуете своими сбережениями то есть если вы просто даете деньги в долг вы на этом не зарабатываете но ваш заемщик обязан вернуть ваш долг если же вы хотите заработать то вы рискуете как не получить прибыль так и потерять часть или полностью все свои сбережения пользователь под ником лили анете спрашивает что из услуг предлагаем их обычными банками приемлемы для мусульман на самом деле много вопросов давайте по порядку хочу сразу сделать оговорку что при ответе на данный вопрос мы не рассматриваем ситуации когда у нас есть выбор пойти в исламский банк или обычный банк при прочих раунд если есть выбор вы должны пойти в ту организацию которая не занимается запрещенным и так какие операции обычных банков мы можем использовать не опасаясь в пазе греховные сделки это прежде всего расчет на кассовое обслуживание если вы являетесь организацией или индивидуальных предпринимателей вам обязательно нужно иметь счет соответственно открывая счет в обычном банке сегодняшней ситуации в россии вы можете пользоваться такого рода услугами и соответственно вы даже наверное не можете не пользоваться такого рода услугами также это платежная операция то есть то есть осуществление расчетов валюта обменная операция то есть те операции на которых вы не преследуете цель заработать также сюда можно отнести некоторые виды платежных карт почему некоторые потому что по сути по большинству платежных карт банки используют остатки на счета для использования данных средств в кредитных процентных операциях кстати сказать есть уже банка в россии который выпускает платежную карту которая прошла шариатскую экспертизу я думаю что такого рода проектов россии будет появляться все больше может ли обычный банк отдельным направлением оказывать услуги исламского банкинга такая ситуация возможно она называется исламское окно или исламик window и данная ситуация по-разному регулируется в разных странах сразу скажу что в некоторых странах это запрещено например в казахстане несмотря на то что есть закон об исламских банках исламские окна не разрешаются других странах например там где есть возможность открывать исламские окна есть четкое ограничение вы должны в течение определенного срока например 5 лет или 10 лет определиться вы развиваете дальше это направление и переводите все средства в отдельный исламский банк либо вы его закрываете либо вы конвертируете полностью весь свой банк в исламский банк кому интересно посмотреть побольше по данной теме шариатский стандарт номер шесть преобразование банка в исламский банк существует ли на западе институт исламских финансов если да насколько он развит на западе существует институт исламских финансов в большей степени он развит форме исламских инвестиционных фондов поскольку преимущественно инвесторы из арабских стран инвестируют в страны европы соответственно открывает для этого инвестиционные фонды если говорить о именно банковской деятельности исламского исламский банкинг то это развито преимущественно великобритании сейчас там есть и поправки законодательства который называется альтернативные финансы в великобритании действует уже более пяти или шести исламских банков а также есть достаточно много исламских окон и также исламский банк есть в боснии безопасно ли пользоваться услугами исламского банкинга в россии кстати говоря подобный вопрос также задает пользователь татьяна она прислала его личном сообщении один из вопросов а то основное что нужно знать прежде чем начинать какие-либо операции сфере исламского банкинга во-первых начну со следующего прежде всего когда вы приходите в исламский банк вас не спросят о вашей религии то есть те у кого есть какие-то по поводу этого опасения не переживайте клиентом исламского банка может быть любой также вас не спросят об источнике ваших средств если только у вас нет известной репутации как магнат в сфере алкогольной либо табачной промышленности тогда вам конечно могут отказать вообще в каком-либо обслуживании ну поскольку высока вероятность того что сбережение которые вы приносите они так или иначе связаны с запрещенным в исламе видом деятельности но при этом вас обязательно спросят на что вам нужно финансирование если конечно вы идете за деньгами если же вы приходите как инвестор то вопросов будет минимум но при этом у каждого исламского банка есть своя политика в том числе политика безопасности она по сути мало чем отличается от без политики безопасности в обычном банке но еще и когда речь идет о финансировании обязательно конечно проверит ваш проект на шариатскую составляющую о рисках когда вы инвестируете в исламский банк опять же мы об этом уже говорили но я повторюсь вы должны понимать что это разделение прибыли рисков вы хотите получить прибыль вы должны нести риски иначе это будет ну не совсем справедливо с точки зрения исламской экономики самое важное когда вы приходите в организацию которая позиционирует себя как исламский банк самый большой риск заключается в том что данная организация не соответствует тем критериям как о которых она заявляет то есть по сути то что по сути банк не является исламским как можно это проверить прежде всего посмотрите на капитал этого банка или финансовой организации у серьезные компании должен быть капитал это может быть выражаться в наличии офиса то есть компания не ну конечно онлайн банкинг сейчас распространяется но скорее всего в данной ситуации это не лучшее решение если только это не известная какая-то корпорация которую запустила деле направление исламского финансирования проверьте также кто занимается шариатским контроля насколько авторитетны эти лица насколько авторитетно вообще данная организация в мусульманском сообществе и особенно в экспертном сообществе уж поверьте мне пройти через одобрение экспертного сообщества даже получить какое-либо позитивное мнение достаточно непросто то есть организации которые заявляют о том что они занимаются исламскими финансами было но на моей памяти более десятка но только порядка пяти из них действительно серьезные ответственно подходили к этому вопросу ну или в конце концов можете написать нам мы постараемся вас проинструктировать и помните если вас начали закидывать предложение об инвестировании в ту или иную компанию под максимально высокий процент с максимально высокой прибыльностью например 50 процентов в год то я бы на вашем месте задумалась очень похоже на финансовую пирамиду посмотрите сами исламский банк работать с реальным бизнесом какая доходность у реального бизнеса особенно с учетом сегодняшней ситуации в россии особенно с учетом того что это в основном малый и средний бизнес доходность него как правило небольшая порядка может будет 20-50 процентов в год и с этой доходности исламский банк оставляя долю себе ну скажем даже если оставить небольшую долю себе он вам отдаст как правило но 10-25 процентов если вы крупный инвестор может быть больше может быть 30-35 это при очень хорошем раскладе возможно ли будучи резидентом россии пользоваться услугами иностранных банков включая инвестиций о которых вы говорили в видео теоретически возможно но на практике это всегда гораздо сложнее например в объединенных арабских эмиратах многие исламские банки не работают принципиально с гражданами российской федерации ну вот возможно такая репутация возможно здесь политические причины поэтому получить финансирование в исламском банке уж точно вы сможете только будучи резидентом страны и скорее всего имеет там какой-то бизнес какие-то активы потому что любое финансирование подразумевает гарантии обеспечения если же вы хотите стать инвестором в исламский банк то здесь наверное попроще я думаю что достаточно много исламских банков предлагают опцию инвестирования для они граждан своих стран еще в догонку если в исламе такое понятие как страхование кстати этот вопрос задавали многие из вас поэтому мы посвятим этой теме отдельный выпуск в исламской экономики есть такое понятие как страхование по арабский этот именно ислями така дословной переводится исламское страхование также популярен терминт окафу или взаимное страхование и взаимное предоставление garanti Спасибо пользователю под ником Lilianity за поставленные интересные вопросы. Я думаю, что для многих также было интересно услышать на них ответы. Следующий вопрос задал пользователь под ником MuslimKZ. Какие могут быть подводные камни в документации, которые ретушируют недозволенность? По сути, то, о чем вы спрашиваете, часто встречается в исламском финансировании под термином Bayo Alina или притворная сделка. В чем суть? Часто на практике многие участники исламского финансового рынка, зная о том, что существует четкий твердый запрет на ростовщичество, пытаются его так иначе обойти. То есть по форме соблюдая все правила исламского финансирования, но по сути предоставляя ростовщический кредит под процент. Как это может происходить? Банк принимает от клиента некую ценную вещь на хранение, и параллельно предоставляет ему какое-либо финансирование в виде, например, беспроцентного кредита. Но суть в том, что за хранение этой вещи банк берет комиссию, причем эта комиссия может быть так или иначе связана с суммой финансирования, которую он предоставил клиенту. То есть как бы две разные сделки вроде бы обе дозволены, но если посмотрим на всю операцию вместе, то конечно же это Bayo Alina, то есть притворная сделка, которая на цель на то, чтобы скрыть операцию процентом финансирования. Поэтому с точки зрения исламских финансов всегда нужно смотреть на суть сделки, а не на то, что написано на бумаге. Поэтому если кто-либо из шариатских экспертов увидит такую сделку, естественно, в целом он ее не одобрит. Арслан Хасанов пишет, на сегодняшний день большой проблемой для молодых семей и для тех, кто планирует создать семью стало приобретение своего жилья. Какие инструменты предлагает исламский банкинг для решения данного вопроса? Есть ли аналог ипотеки в исламском банке? Исламский банкинг конечно занимается вопросом финансирования приобретения недвижимости, в том числе жилья и происходить это может несколькими способами. Первый это торговое финансирование, о котором мы уже говорили, или мурабаха. То есть банк приобретает для вас нужную вам квартиру, например, за 10 миллионов рублей, делает к этому товару свою наценку, в данном случае квартира или жилье рассматривается как товар, делает к нему наценку, например, за 13 миллионов рублей, то есть его маржа составляет 3 миллиона и продает эту квартиру вам по данной цене. То есть вы с этой ценой изначально должны согласиться, если с ними согласны, вы можете не заключать договор, и оговаривается срок, само собой, в течение которого вы вносите платежи за данную квартиру. Причем вы становитесь собственником данного товара, данного актива после заключения договора. Другое дело, что данная квартира может стать залогом по данной сделке, если у вас нет другого актива, который вы предоставляете в качестве обеспечения. Второй вариант – это иджара с выкупом или аренда с последующим выкупом. То есть, опять же, банк должен быть собственником квартиры, то есть он и приобретает, или изначально и владеет, и затем сдает ее вам в аренду по договору иджара или аренды. В отличие от обычного лизинга, банк не может сразу заключить договор с вами о передаче в собственность, то есть это связано с запретом на две сделки в одной. То есть ситуация ведущая к большой неопределенности. Соответственно, после того, как ваш срок договора аренда подошел к концу, банк передает собственность эту квартиру вам в виде дара, либо по договору купли-продажи. И еще один вариант – это уменьшающееся партнерство. В чем суть? Как правило, у вас есть небольшая сумма, которую вы можете внести изначально за данную квартиру, например, 3 миллиона. Банк покупает данную квартиру совместно с вами, то есть его доля составляет, если он платит 7 миллионов, его доля 70%, ваша доля 30%. И постепенно вы выкупаете его долю и параллельно платите за аренду ту часть площади квартиры, которая является вашей собственностью. Ну то есть, по сути, такой некий кооператив. Следующий вопрос – насколько выгоднее, дешевле или дороже пользоваться продуктами исламского банка в сравнении с традиционными банками? Ну смотрите, если взять чистые экономические показатели и рассчитать, то ситуация может быть различной. Зачастую ставки распределения прибыли и уровень наценки в исламской финансовой компании определяет рынок. Во многих странах мусульманского мира большой разницы нет между стоимостью услуг в исламских банках и в обычных банках. Но в таких странах, как Россия, ситуация, конечно, сильно отличается. Например, по сделке мурабуха торгового финансирования, если, конечно, речь не идет о приобретении каких-то небольших бытовых товаров или техники, речь идет о крупных сделках, то, скорее всего, наценка будет повыше, чем кредит в обычном банке. Почему? Потому что, во-первых, есть более высокая налоговая нагрузка, во-вторых, конечно же, здесь действуют эффекты дачи от масштаба, потому что у обычных банков, как правило, огромные капиталы, огромное количество отделений и, соответственно, они могут на определенных процессах экономить. А небольшая исламская финансовая компания пока этого себе позволить не может. Есть еще одна причина, почему услуги исламских финансовых компаний в России? Может быть несколько дороже, чем обычных банках? Для того чтобы финансировать, исламет 배ometimes компания нужны средства. Для того чтобы привлечь их, нужны инвесторы. Для того чтобы привлечь инвесторов, нужна доходность. Соответственно, финансовая компания примерно рассчитывает доходность и старается сделать так, чтобы прогнозируемая доходность была выше, чем у банков. Иначе, ну, к сожалению, сегодня практика показывает, что привлечь инвесторов достаточно сложно. Тем более, когда есть некие такие финансовые пузыри, которые вовлекают огромное количество денег, в том числе от мусульман, обещая им огромные прибыли. Впрочем, давайте о ситуации в России поговорим в отдельном видео, тем более, что у нас достаточно много вопросов пришло по поводу России, поэтому давайте в следующем выпуске это все разберем. Вообще, конечно, понятие выгоды всегда относительно. Например, те, кто занимается ресторанным бизнесом, знают, что продавать алкоголь всегда более выгодно. Но более того, именно на алкоголе делается большая часть выручки. Но те, кто, скажем, сопоставляет свои действия с нормами религии, не могут позволить себе даже думать о том, чтобы перейти на этот вид бизнеса. Поэтому верующий человек не будет сравнивать ставки по кредиту в обычном банке и норму наценки в исламской финансовой компании, опять же, при должном уровне авторитетности и надежности данной компании. К сожалению, очень многие вопросы мы сегодня не затронули, но мы обязательно поговорим об этом в следующих выпусках. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и задавайте свои вопросы. С вами была Мадина Калимулина. Ассаляму алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok